Пройти мимо или помочь? С этой дилеммой сегодня с утра столкнулись десятки алматинцев. На их глазах девушка оставила кричащий сверток и убежала. Кто поймал кукушку за руку и что теперь будет с младенцем, расскажет Лемара Удасова. Одни спокойно смотрели вслед убегающей мамаши и на конвертик, другие не позволили себе бездействовать. Бдительность этих мужчин, возможно, спасла бы жизнь младенцу и привлекла бы к ответственности кукушку. Только в одеяльце был не настоящий ребенок, а муляж. Я посмотрел, ребенку бросили, я говорю, куда она побежала в холодное место? Я с машины вышел, человек кричал, говите ее, куда она побежала? Пошел ребенка хватать. Хотел спросить, девочку догнали, хотел, нужен ребенок? Если не нужен, я заберу. Потом, смотри, мимо пробегает. Я как за ней побежал. Я когда ее раз за руку схватил, я говорю, ну пойдем, ну что, ребенка бросила что ли? Думаю, сейчас вырываться будет. Я ее схватил, потащил. Мимо кричащего свертка прошли десятки людей. Многие его просто не замечали, торопясь по своим делам. Однако нашлись те, кто уделил минутку своего времени, чтобы откликнуться на плач. На других остановках, где за аналогичной ситуацией наблюдало уже больше людей, никто не попытался остановить убегающую маму. Ко мне подошла женщина, говорит, здесь ребенок лежит, женщина, девушка убежала. Я хотела за вами побежать, сказать, вы что творите, одумайся. Но не побежала. Зато позвонила в полицию, а догнала кукушку другая девушка, которая в это время проезжала мимо. Подумала, зачем вы его кладете на холодную скамейку на остановке. Когда автобус тронулся, я выскочила от двери, начала долбить и побежала за вами. Пять человек прошло мимо, подкидыша возле мусорных контейнеров. Только одна женщина остановилась, услышав детский плач. Тут же собралась толпа зевак. Мне женщина сказала, ребенок там, говорит, ну как это, вот, надо, говорит, живой плачет. Я испугалась, не знала, что делать, начала звать на помощь прохожих. Мне захотелось забрать его себе, думала, так и скажу милиции, отдайте ребенка мне. И так в Алматы не каждый осмелился подойти к подкидышу. Только в двух случаях непутевую мамашу догнали, а в трех решили вызвать полицию. Подобный эксперимент провели на днях в столице. Там 80% прохожих среагировали на якобы брошенного младенца. Лемара Удасова, Наиль Базунов, Никита Хасанов. Ревью.